Мы с вами продолжаем менять пароли и явки. Встречаемся в разных местах, чтобы никто не уснул во время проведения заседания комиссии, чтобы эффекта было побольше. Сегодня мы встречаемся в Московском государственном университете. Тут как бы не убавить, не прибавить, что такое МГУ всем понятно. Но хотел бы, конечно, отметить то, что здесь идет создание современной вычислительной инфраструктуры в рамках, в том числе, и тех решений, которые мы с вами, коллеги, принимали, в том числе и по созданию нового отечественного суперкомпьютера. Виктор Антонович только что мне продемонстрировал возможности, которые будут у нового компьютера. Правда, сказал, что он пока безымянный. У меня есть предложение этому компьютеру сегодня дать имя, потому что предыдущий компьютер получил название тоже одного нашего выдающегося соотечественника Чебышова. Этот, может быть, это не очень оригинально, но если мы назовем его Ломоносов, то это будет полностью перекликаться с названием нашего главного университета. Вот если никто не возражает, если какие-то есть другие имена... Ну, в честь Билла Гейтса я не считаю правильным называть его, так что это очень из кого-то другого. Пусть лучше в честь Ломоносова будет. Ну, это действительно хорошо, потому что, по сути, новый компьютер, который мы только что назвали именем Ломоносова, и компьютер Чебышов – это, по сути, два наших первых российских суперкомпьютера с разной производительностью. Вот пиковая производительность компьютера Ломоносов – 414 терафлоп – это, конечно, неплохо. Мы там где-то чуть-чуть не вошли в первую десятку, но при понимании того, что девять первых призовых мест – это американские суперкомпьютеры, они здесь пока впереди. Это не значит, что с ними невозможно конкурировать. У нас там есть даже ряд идей, которые мы с вами обсуждали, как эти призовые места занимать. Тем более, что мы понимаем, что это все равно не навсегда проходит несколько месяцев, и происходит движение внутри списка. Но это и есть нормальная конкуренция. О чем предлагаю сегодня поговорить? О двух вещах. Во-первых, мне бы хотелось услышать, что мы сделали за это время, то есть о том, как реализуется комплекс поручений, который был дан в результате нашей с вами работы на комиссии по самым разным проектам, которые мы с вами рассматривали. Это первая тема. И вторая тема – давайте поговорим о повышении эффективности российских институтов развития именно, естественно, по пяти приоритетным направлениям технологической модернизации. Как раз у нас большая часть этих институтов здесь представлена в комиссии, поэтому есть и у кого спросить, и есть о чем поговорить. Институты развития составляют один из существенных элементов национальной инновационной системы, и, конечно, они призваны обеспечить поддержку исследований и разработок на различных стадиях их коммерческой готовности. Однако нужно признать, что эти институты пока работают разрозненно и фрагментарно. Новые идеи и разработки пока не имеют сопровождения на всех этапах инновационного цикла. Чаще всего компании получают финансовую подпитку только в один из моментов их работы, то есть получают финансовую помощь только в какой-то конкретный момент. Однако эти разовые дотации обычно продиктованы случайными факторами, вплоть до личного знакомства и каких-то там других моментов, которые, в общем, никак не связаны с ценностью той или иной разработки. Ну а только если мы сможем обеспечить постоянную поддержку на всех циклах такой работы, мы сможем тогда говорить о переломе в этой работе. Институты развития, которые контролируются государством и институты развития, которые у нас контролируются частными компаниями, у нас есть и такие, хотя их пока немного. Образовательные структуры, фонды поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности, все они должны обеспечить вот эту именно непрерывность инновационного цикла. И это, наверное, сегодня очень важная задача. А правительственная комиссия по высоким технологиям и инновациям четкую координацию этой работы. Надо обеспечить такой режим софинансирования НИОКРов, чтобы они полностью соответствовали нашим приоритетам. Но и также необходимо создать стимулы для частного бизнеса, активнее инвестировать в НИОКРы, активно использовать те возможности, которые у них есть. То есть наша задача еще раз добиться синергии между государственными институтами развития, скажем так, государственными программами, государственными институтами развития, которые имеют специальные средства на это, и частным финансированием. Чтобы мы, что называется, долбили в одну точку, а не распылялись, не разбрасывались в разные стороны, по конъюнктурным соображениям или еще каким-то. Есть несколько этапов работы, я их сейчас назову. На этапе так называемых стартапов разработчикам необходим доступ к венчурному финансированию и кредитам. На втором этапе – возможность использования средств разного рода фондов и федеральных целевых программ, ресурсов, которые заложены в исследовательские программы Академии наук. Ну и на последнем этапе уже как бы состоявшееся изобретение, запатентованная разработка, которая готова к выходу на рынок, она должна получить поддержку крупных институтов развития. Именно в этот момент, наверное, наиболее целесообразно использовать их потенциал. Я имею в виду потенциал таких институтов, как ВЭП, Роснано, инвестиционный фонд, техника, внедренческие зоны, технопарки. Ну и, конечно, это же касается и проектов, которые необходимо приобретать за рубежом. Что еще очень важно? Необходимо исключить дублирующее финансирование. У нас его очень много. И зачастую, когда листаешь вот эти все предложения, достаточно большие такие каталоги, все время ловишься на мысли, что даже не будучи специалистом, мелькают они и те же названия. Такое ощущение, что занимаемся одним и тем же. И я отношу это не только на свою некомпетентность и незнание, допустим, каких-то нюансов, но и на то, что мы стараемся за счет разных источников профинансировать развитие очень актуальных работ по очень близкой или совпадающей проблематике. Надеясь на то, что если мы здесь 3 рубля возьмем, здесь возьмем еще 5 рублей и напряжем кого-то, то в итоге какой-то результат получим. А результата, наоборот, нет. Потому что вот этих фрагментарных финансов, кусочков этих финансов нам не хватает для того, чтобы довести работу до конца. Поэтому нужно исключить дублирующее финансирование проектов и, конечно, предусмотреть полноценное разделение рисков с частными инвесторами, что тоже очень сложно, потому что частные инвесторы идут по понятным причинам с большой оглядкой. После того, как была принята четвертая часть Гражданского кодекса, Федеральный закон о передаче технологий, законодательство о создании вузами и научными учреждениями малых предприятий, у нас фактически появилась нормативная база, позволяющая учреждениям науки и образования заниматься коммерческой деятельностью в сфере высоких технологий. Рынок получил доступ к результатам научных исследований и возможность использовать интеллектуальную собственность, в том числе созданную и за счет федерального бюджета. Хотел бы, кстати, посмотреть на то, как у нас все эти законы применяются, в том числе и последний закон о создании малых предприятий. Какие сейчас трудности с его применением, я уверен, что они есть, но что мы смогли все-таки сделать за эти месяцы. Следует предоставить возможность частному бизнесу пользоваться результатами научно-исследовательских работ, которые созданы по заказу государства. Взамен, конечно, инвестор должен обеспечить финансирование соответствующих опытно-конструкторских работ и смежных работ. То есть здесь тоже нужно искать точки соприкосновения. И в заключение хочу напомнить, что до сих пор не определены приоритетные направления создания национальных исследовательских центров. Нет ни общих принципов их работы, ни соответствующей нормативной базы. Я знаю, что эта работа ведется в единственном нашем НИЦе на базе Курчатовского института, но очевидно, что на сегодняшний день это очень мало. Правительство должно подготовить необходимые документы. Это относится и к фондам научной и научно-технической деятельности. Правовые акты необходимо будет принять в самое ближайшее время. У нас вообще много самых разных событий происходит. Мы сегодня с вами занимаемся институтами развития, их вкладом в технологическое перевооружение, в технологическое развитие нашей экономики. Но сегодня, помимо того, что мы посмотрели наш новый суперкомпьютер, это отрадное событие, у нас довольно важное событие происходит в области интернета. Начинается регистрация доменных имен с расширением РФ. Как правильно говорят, это может быть имеет не только технологические, но и политические последствия. По сути, это впервые вообще в истории интернета. Я считаю, что мы этого добивались, добились, и это будет определенным образом позиционировать нашу страну на этом огромном, по сути, беспредельном рынке знаний, услуг и всего остального, что связано с интернет-технологиями. Сегодня же, кстати, премию дают по Рунету. Она присуждается раз в год, это уже десятая премия, насколько я понимаю. Я хочу обратить внимание на одну вещь. В общей сложности объем инвестиций только по приоритетам комиссии при президенте, а это все-таки не все, что есть, что называется. Хотя мы с вами посчитали, что это важнейшее направление технологической модернизации нашей страны. Так вот, только по приоритетам комиссии при президенте общий объем средств – 620 миллиардов рублей. 20 миллиардов долларов. Слушайте, это огромные деньги. Вот так, если разобраться. Мы даже как-то не осознаем, что вот все это – 20 миллиардов долларов. Нужно обязательно добиться вот этой самой координации, о которой сказали вы, о которой говорили другие коллеги. Потому что это уже реально большие средства, которые мы должны употребить на дело. И еще одна вещь, о которой здесь тоже частично говорилось, и в вашем выступлении, выступлении Анатолия Борисовича. У нас очень большой государственный сектор в стране. Во всяком случае, я в послании называл цифру практически в 40% от общего объема экономики. Если брать, может быть, сугубо корпоративный сектор, это процентов 25, но все равно это очень значительные цифры. Поэтому нам нужно вовлечь наши государственные структуры в эту работу. А то они там варятся в собственном соку. Я сам был председателем совета директоров одной крупной компании в течение 8 лет, знаю, как там решения принимаются. И в других компаниях тоже свои большие инвестиционные проекты, они важные и так далее. Но они как бы в разрыве от того, что мы сейчас делаем. Поэтому есть предложение позвать на одно из ближайших заседаний руководство всех крупнейших государственных компаний. Пусть расскажут, что они там с инновациями делают и по нашим приоритетам тоже. И о задачах их как следует.